Приветствую вас! Видите ли, какая получается ситуация? С детства у вас единственным стимулом мотивации было наказание. То есть вот так вас воспитали родители, подпитывали. Что ты сделай что-то, а дальше будет тебе плохо. И родителям так было удобно, они не видели другой возможности для того, чтобы вас к чему-то приносить. И вы, естественно, это делали. Но с тех пор привычка так работать сохранилась, но моей мотивации не получилось, не появилось. И вы привыкли к тому, что если наказания нет, то получается так, что можно и не делать. Ну, не привили вам мотивацию в виде собственных интересов. Не привили вам способность сконцентрировать свое внимание на том, что нужно именно вам. Привыкли делать акцент на то, что нужно другим. Вот и сейчас вы не очень, как бы, вы говорите, что вам нужно сделать. Но кому нужно? Вам или кому-то еще? И вот здесь очень тонкий, на мой взгляд, момент. Когда вы пишете в своем уже дополнение, что, значит, про семью это должно, а про работу сложнее, то вы говорите следующее, тем самым. Семья есть для меня социальная роль. То есть вот я выполняю в семье роль. Мне нужно готовить, мне нужно убирать, мне нужно там что-то еще. Это нужно, но не мне конкретно. И вот от этого ощущения, что вы не делаете для себя, то вы все время делаете для других. Потому что вот это нужно другим. Вам можно с детства так бы, что вот вы делали что-то, потому что это было нужно другим. Вот вы пишете, если дело было не срочным, или за его несвоевременность вам не слили наказанность, то есть, получается как? Срочность. Срочность это, получается, мотив для вас. Но срочность кем определяется? Вряд ли вам. Потому что не вы определяете время дел. Наказание, соответственно, точно не вы. Получается так, что все, что вы делаете, вы делаете для других. Не для себя. Вы не отделяете себя от других. Не отделяете себя от своей социальной роли. А социальную роль выполняете неохотно, потому что с детства у вас имеется регулятор вот этой вот социальной деятельности. И этот регулятор с детства не менялся. И сейчас этот регулятор уже не работает. Просто потому что вы уже взрослый человек. А регулятор остался как бы с детства. И что здесь можно сделать, спросите вы. Сделать здесь можно следующее. Во-первых, думаю, у вас есть нереализованная энергия относительно того, что вам нужно сделать именно для себя. И вот тут я вам порекомендую следующее сделать. Постарайтесь по ним представить, определить, что бы вы хотели сделать для себя. Вот только чисто для себя. Приведу такой пример. Он может быть... Этот пример банальный. Скачу сразу, но показателю. Вот. А где-то вы наоборот сходите. В косметический центр. У вас есть деньги. У вас есть... Время. Бери и... Вот это нужно только вам. Ну и простите. Как вы поступите здесь? Вы будете так же откладывать? Но... Ведь откладывать это можно бесконечно. В косметический центр дело несрочное. И наказания за него вам не будет. Никаких санкций не будет. Ничего. Вы можете откладывать. Так вот туда. Вечно. Но вам же хочется. Пусть это будет не косметический центр. Пусть это будет что-то другое. Вот вам хочется. И вот давайте посмотрим, как у вас соотносится... Соотносится... Или лучше, давайте сказать, сопоставляется. Как у вас сопоставляется желание, ваше истинное желание чего-то для себя и выполнение этого. Если личное желание, сильное желание, настоящее желание, все равно не может повлиять на срочность выполнения вами действий уже чисто для себя. Это одно. А если все будет хорошо, то простите, вам не хватает, вам не хватает деятельности, справленной исключительно на себя. Подбавьте ее, больше времени уделяйте себе, почувствуйте, что вы живете за себя, а не за социальной роли. Ощутите себя свободной, и тогда будете лучше осознавать ответственность, как и любой слабый человек. Будете лучше осознавать ответственность за других, и тогда стимул появится. Ответственность будет ощущаться больше, и вы, вероятнее всего, начнете как раз-таки уже не обкладывать. Потому что будете осознавать себя, что человек свободным, непринужденным. А свободный человек более ярко понимает, что все зависит только от него. Если же нет, если же у вас все-таки даже личное желание все равно тормозятся вашей линию, скажем так, то здесь необходимо только научение. Научение какого плана? Научение, оно обычно, вы очень интересные фразы сказали в конце своего письма, дополнение. Я ее сейчас процитирую. Значит, научение в плане того, что нужно искать мотивацию, расширять противоположное поле, и тренировать в нем внимательно. И чтобы вы мне не сказали, что можно как-то по-другому, я отвечу, что так и делают все люди. Просто они этого не осознают, не помещают. Для них то, о чем говорю я, является неосознаваемыми действиями. А вам этого не привели. И, соответственно, у вас нет этого научения. Что же значит расширение мотивационного поля? Это значит, что вы собираете мотивы для придания больших смыслов тому, что вы делаете. Яркий пример. Уборка. Если квартиру не убирать, будет больше пыли, будет больше пыли, будет загрязненный воздух, загрязнение воздух, будут болеть дети, у них появятся аллергии, осложнения и прочее. Спрашиваете, хотите ли вы такого для детей? И если детей любите, то, думаю, уборка не доставит себя ждать. То же самое еда, если еду откладывать, это нарушение режима, нарушение режима удара по пищеварению ребенка. Допустим, удар по пищеварению ребенка приводит к проблемам с его здоровьем. Соответственно, опять-таки задается вопрос, хотите ли вы проблем со здоровьем у ребенка. И если вы любите ребенка, то проблем, думаю, вряд ли возникнет накоповка. То есть мы увеличиваем, усиливаем действие мотивов. Ну и далее. Что есть лень? Лень – это рассеивание внимания. Знаете, говорят, он с ленцой посмотрел, да? Он ленивый, там, перевел взгляд и прочее. Это говорит о том, что человек не заостряет в своих вниманиях на чем-то. Тренировка внимания, тренировка фокус внимания, поможет вам избежать этой проблемы. Как? Кладем перед собой предмет, простой предмет, например, листок белой бумаги, и смотрим на него. Концентрируем свое внимание только на нем. Не допускаем в своей мысли никаких абсолютно сторонних, только о нем. И так в течение 10 минут. Отдыхаем, на следующий день делаем то же самое, только уже 20 минут. И так далее, да, 30-40 минут. Потом предмет выбираем более сложный, и так повышаем сложность, повышаем время. Научились более-менее тренировать внимательно. Хорошо. Теперь делаем следующее. Теперь, когда нам нужно выполнять определенные действия, например, готовку, уборку и так далее, а делаем так. Поскольку внимание у нас уже есть, мотивационная сфера тоже, то начать будет проще. Давайте постараемся как-то закрепить то, что мы делаем, через внешний мир. И пусть это будет музыка. Да-да, музыка. Самая обычная музыка. Прежде чем начать готовить, включайте музыку, либо в наушниках, либо где-нибудь еще, и начинайте готовить под нее. Так, чтобы она у вас, спустя 3-4 раза, ассоциировалась только с приготовлением пищи. Вы удивитесь, поскольку вам будет повыше это дело. Вы включите музыку, и у вас уже появится подознательное желание готовить. Вы включите другую музыку, убирать, и так далее. То же самое можно отнести к работе, и ко всем остальным делам. Ну, естественно, где вы можете сконтрироваться. Где музыка мешает, там, соответственно, выбираем что-то еще. То есть, нужно что-то. Нужно что-то из фона, из фона, чтобы помогало вам завершать операции с фигурой. Фигура это, как вы, наверное, поняли, главное, да, главное. А фон это то, что вот периферия. Вот, примерно так вам и нужно действовать в таких направлениях. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если оцените его как лучший. субтитры создавал DimaTorzok, оцените его, субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...